Субтитры делал Сбербанка России. Ваш специалист Соколова Дарья Александровна. Да, да. Мы с вами говорили ранее. Ну да, да, да. Скажите, на данный момент вы готовы пройти процедуру верификации? Да, готов. Только вы же сказали, ну, ни жене, никому не говорить. И я телефон взял, где есть Сбербанк Онлайн, а карты я не стал брать, потому что она, ну, заподозрила что-то. Смотрите, вы можете войти в твой личный кабинет, непосредственно оттуда, там, посмотреть уже номер вашего пластикового продукта. Ага. Так, что мне надо делать? Сейчас заходите в твой личный кабинет. Так, секундочку. Я просто ушел в гараж. Я понимаю. Я думаю, вы тоже понимаете, что ситуация очень серьезная, потому как данные попытки в Саня могут повторяться не единожды, потому как произошла утечка информации. Да. Так, секундочку. Сейчас пароль придет. Да, конечно. Сейчас пароль придет. Вот. Так. 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 зашел. Сейчас, секунду, девушка. Да, конечно. Так. 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 у вас он заканчивается на 0 149 либо номер пластикового продукта мы уже проводить серификацию по номеру вашего активного пластикового продукта ни в коем случае никакую компетенциальную информацию вы не называете на заработки системе от пин-код срок действия да и подождите подождите полет алло 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 да такая и так я ничего не называл потому что вы сказали что да но там просто и там просто играла музыка мне когда надо говорить да подождите я вас не успел спросить вы мне сказали я назову только номер вот этот 16 нет сколько 16 цифр больше я вам ничего ничего ни в коем случае даже роботизированной системе нельзя называть компетенциальную информацию артюр олегович так а что будет когда я назову этот код не код я понял я назову вам номер карты дальнейшие мои действия что будет после того как я назову как вы будете распознавать меня или как для чего он нужен номер карты а она автоматически вас если распознает как клиента нашего банка это подкрепить заявку которого мы ранее помните финансовый отдел страховую заявку мы заполняли ну что вы говорили экстренный не экстренный да да по вашим двум банкам по Косбербанку и Ростельхозбанку и непосредственно далее будет информирование и все я никакой доступ к вашим персональным данным ими ваш номер карты я не слышу и вижу вы все говорите только роботизированной системе мне не говорите ничего ага договорились да да в таком случае вы готовы да перевожу вас на роботизированную систему 42 16 16 09 27 78 07 49 алло 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 слышно? да да алло да наша система не распознала вас как клиента нашего банка скажите вы медленно членораздельно по аспекты ты называли номер карты? нет быстро ну назвал просто быстро а медленно да медленно по одной цифре всего есть три попытки в третий раз не получится в системе будет автоматический отказ да хорошо давайте вы готовы? да да 42 16 16 09 68 27 07 48 алло 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 да что такое? ester а условие statistique а орло а tramite Да, я не пойму, музыка начинает, потом она сразу начинает опять играть. Почему она долго играет? Значит вы назвали весь номер и система начала верификацию вас и клиента нашего банка. Ну смотрите, в третий раз тоже роботизированная система автоматически не получилась. Скажите, пожалуйста, вы назвали все 16 цифр затертостей у вас нет по карте? Все четко видно? У меня карты нету на руках, я вам объяснял. Вы перестали номер корректно? Блин, может я неправильно... По идее, корректно. Может еще раз посмотреть? Я вообще запутался. Учитывайте, я поставлю на автотодвон через одну минуту. Зайдите еще раз в личный кабинет, перепроверьте номер вашей карты. Ну минуту, блин, быстро... Давайте, ладно, две хотя бы. Давайте. Хорошо, Артур Олегович, через две минуты. Хорошо. Алло. Артур Олегович? Да, переписал. Я просто, получается... Там... Да что-то у меня зарплатная, почему-то там еще одна... Ну, она типа заборная, короче... Как-то неактивная одна карта висит. Я не тот код, наверное, переписывал, поэтому вы не этот... Ну, не код, а номер. Я поняла. Такое бывает. Не волнуйтесь. Давайте, вы готовы. Да, да. Перехожу вас на роботизированную систему. Хорошо. 42, 76, 16, 09, 27, 68, 06, 38. Артур Олегович? Да. Запатизированная система распознала вас, как клиента нашего банка. Хорошо. После этого, хочу вам донести следующую информацию. Сейчас будет вестись внутри банковское расследование по вашему лицевому счету и данным. Ага. А также я ставлю вас в известность, что мы передаем заявки правоохранительные органы, так как это статья 159, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хищение чужого имущества, либо же мошенничества. Поэтому в последующем с вами могут связаться сотрудники правоохранительных органов по вашему региону проживания для уточнения информации. Ну, мы говорим, да. Обратить ваше внимание, что сейчас вступает в дело статья 163. Я вам о ней уже говорила, вы о ней не забываете. Если разглашать никакую информацию, сообщать третьим лицам, пока мы не узнали, где именно произошла у детика информация. Ну да, я поэтому и ушел уже, чтобы ничего не знала. Алло. Так, смотрите, у нас в системе сейчас отобразилась заявка на потребительский кредит. Это не ваши действия, Артур Олегович? Ничего не подавали в ближайшее время? В смысле, кредит, ну, я в кредит денег взять? Да, вот на потребительский кредит сейчас отобразилась заявка. Нет, нет. Не пойму, а как это, как они, кто это мог подать эту заявку? Ну вот сейчас мы и будем выяснять данную ситуацию. Скажите, ранее брали кредиты? Нет, пытался, не давали. Фиксирую данную информацию. Смотрите, я правильно понимаю, что сейчас у вас доступ к интернету есть? Ну да. Да. Смотрите, возможно, вам потребуется в части санциона отменять данную заявку вместе с сотрудником службы безопасности. Что это значит? Что это значит? Это значит, что я вас переведу на старшего сотрудника. Угу. И уже непосредственно он будет вас сопровождать по данному, по данному случаю. Так как, смотрите, заявка отобразилась только что на потребительский кредит. Возможно, мошенники нашли какие-либо владельцы. С данным ситуацией необходимо срочно разбираться. Ну, давайте быстро. Скажите, Артур Олегович, все ли вам было понятно за лицевой счет? Ох, я уже запутался. Что у нас с лицевым счетом? Лицевой счет – это совокупность всех ваших банковских продуктов. Понятно, да? У вас еще остались какие-либо вопросы ко мне, как к младшему специалисту? Да, как бы, ну, нет, все понятно. Надо быстрее, как бы, что… В таком случае, смотри, я вас сейчас перевожу на старшего специалиста нашего банка, службы безопасности. Оставайтесь на линии, это займет не более одной минуты. Не отключайтесь. Хорошо. Артур Олегович, здравствуйте. О, да, здравствуйте. У вас приветствует, так специалисту ЖКУ. Это баскутин Сутифанка, город Александр Андреев, очень приятно. В данном бизнесе было заявку от машин специалиста и вкладывала по факту машинских действий. Пожалуйста, переинформация вам была понятна, которая была предоставлена специалистом ранее? Ну, ну, да. У меня уже девушка объяснила. У меня, насколько, данная информация является штаб-фиденциальный. На данном убийстве 183-й уголовного кодекса у детства в Ассене на блоково-помещение с Кабарковской данной. Что, соответствую следующее? Уже было можно выбрать правоохранительные органы. Артур Олегович, поставьте, вы передовали кому-то в баронетную паспортные данные и ваша сайма взрослой. Вы с открытым делом с ним Орбайт-банком? Нет, я девушке уже объяснял, что я покупал билеты на поезд... Я понимаю, но я не младший специалист, Артур Олегович, и вы не мне это рассказывали, понимаете? Хорошо, я покупал билеты на поезд на официальном сайте РЖД, и покупал билеты, путевки покупал на официальном сайте отеля. Тур-агентство? Ну, не тур-агентство, я покупал именно на официальном сайте отеля «Бархатный сезон» в Сочи. А, я вас поняла. И там, как бы, данные паспорта я заполнял. Хорошо, я вас поняла. То есть, как на регистрацию, верно? Да, да. Ну, регистрацию я сразу оплачивал, и вот через компьютер мы онлайн покупали, а сразу оплачивали путевку. Всё, я вас поняла. На данном месте, я специфицировала ваше слово. Подскажите, пожалуйста, вы зарплатная карта получаете в нашем банке? Зарплатная карта, да, у меня. Да, только вы громче говорите. Я хорошо слышал с младшего специалиста. Вы, так сказать, далеко где-то находитесь. А так вам не очень слышно? Вроде лучше. Давайте я вам ещё раз повторю, потому что приобрели связи по лечению на 3 минуты данная заявка, будто на вера автоматически вам снимут себя ответственность за любые потери ваших денежных средств. В заключении, если ваших денежных средств вам не сможет компенсировать всё слово в полном объёме. Эта информация была понятна? Да, да. Здравствуйте. Поэтому вам сейчас мне, Владимир Олегович, записать номер входящей линии службы в безопасности банка и при разрезе связи сразу сделать выход на данную входящую линию. Помимо этого, в течение 3 минут система также будет осуществлять автодозбор. Запишите, пожалуйста, номер входящей линии. Как только будете к этому зависать, меня проинформирьте. Я вам продиктую. Подождите, я вообще что-то не понял. Я должен буду вам позвонить? Если вдруг прервётся связь, вам необходимо будет совершить звонок на данную входящую линию. Блин, но у меня ручки с собой нету, потому что я как бы девушке объяснял, что я ушёл в ад. Скажите, пожалуйста. А, ну могу. В телефоне можете. Всё, пожалуйста, запишите. В телефоне в заметках не ввожу в блокноте. Так, минутку. Мне надо на заметки зайти. Ага. Заметки. Заметки, 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 заметки. Сейчас. Тут ещё попробуйте, заметки найдите. Блин, может уже... Ну, если мы разговариваем, но она же не оборвётся, связь. Ну, я предлагаю, что банк обязана вам призыскать на входящей линии. Блин. Заметки. Вот документы нашёл. Документы мы запишем. Так, новый документ. Вот. Так. Блин. А где-то ж я записываю. А, вот заметки. Вот. Поиск заметки. Так. Новая заметка. Так. Задач. Тоже заметок. Блин, я ничего никому... А, вот. Давайте. 7. 7. 9. 1. Да. 8. 7. 9. 8. 7. 9. 0. 1. 0. 2. 2. Так. Это что? Проверяем. 7. 9. 9. 1. 8. 7. 9. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Зависите какого асператора? Скорей всего через 10. Да. А также смотрите. Заболите, вы скажите себе, напишите специалисты. Антонова Александра Андреевна. Так, Антонова Александра Андреевна. Да. А смотрите. Если в 10. 0. 0. 0. 0. 0. 0. долл. 0. 0. 0. 0. 0. это у нас город шахты улица советская сотрудника либо группа лиц которые совершали данные дни за данный формат уже было перед этого правоохранительного органа подчеркнула уголовное дело после действия 9 часть 2 это ваша института совершена группа лиц по предварительному сковору а также среди это мошенник совершено лицом использование своего служебного положения после вы уже будете принимать решение это заявление на данных сотрудников да вот он ну ну по-любому но нет у нас по улице советская два отделения это да это угол советской победа революции значит он к победе другой относится нахожусь по какой кольцевая 23 сейчас поскольку машинские действия проходят по вашему лицовому счету не по конкретно по вашей карте либо же другим финансовым ячейкам дата лицовой счет нужно удалить из системы банка и активировать новый удаление лицового счета производится два этапа это снятие и внесения первое снятие ваших денежных средств полного объема и удаление лицового счета второе это уже активация нового лицового счета то есть также вас информируют о том что страховой детей выходит несколько поскольку на каждой сети имеется лимит после внесения денежных средств полного объема финансового отдела поданным чеком формулирует ваш новый лицовый счет который выполнен в закрепленном конверте уже в отделении банка в течение 3-8 дней также у вас на фармерном что лицового счет можно удалить из системы банка в том случае если общеволосность всех ваших нас в ячейках не превышает 1 тысячу рублей то у меня не 1 тысяча рублей автоматически переносит система банка на новый лицевой счет самое главное в проведении данного диванского операции это активация нового лицевого счета выполняется и ваша банка партнера это через банкомат почему через банкомат поскольку это неодушевленный предмет который не сможет совершить компрометацию ваших данных и данный продукт производит только через сегрегации четвертого поколения подождите пожалуйста сколько вам времени мы приходим для того чтобы еще собраться и проследовать на улице Ленина дом 178 как сказать вам по русски я выпил я вот ушел дома чтобы мне девушка сказала чтобы не разглашать я уже две бутылки пьё выпил я в любом случае не поеду никуда так как я поеду а идти это минут сорок мне туда идти пешком и во первых время полдесятого как я пойду мне это известно даже то что у вас уже поздний час то что у вас уже половина десятого вечера но я вас хочу так же заинформировать потому что время для проведения данных разносов не ограничено к сожалению я не могу нарушить регламент банка и также нарушить согласие договора банковского обслуживания и перенести данные действия на другой день на другой час поскольку нам сейчас грозит списание ваших денежных средств в ваших финансовых ячейках поэтому для того чтобы не было произведено какие-либо изначительные действия и чтобы сохранить ваше средство от списания нам с вами необходимо произвести данные действия как на удаление активации нового лькового счета ну ну если даже если ставокировать ваши финансовые ячейки то есть как ваши карты ваши счета, ваши склады а есть вероятность повторного денежного списания ставок и сотрудников есть доступ к старому льковому счету чтобы их разблокировать блин девушка я вас уже понял вы долго мне так рассказываете ну просто ситуация как я как как я туда сейчас попаду мне проще наверное сейчас позвонить ну ну на горячую линию Сбербанка чтобы или вы заблокируете мне просто эти карты и завтра мы этот вопрос решим стоп 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 подождите я вам еще раз говорю еще раз я только что-то сказала вы меня наверное не услышали я вам сказала что если я сейчас и заблокирую ваши карты ваши счета есть вероятность повторного денежного списания так как у сотрудников есть роток в старом что будет разблокировать операционисты контактного центра номера 900 и работники отделения вам помощь не предоставят поскольку они подозреваются вы мошенники я также вас об этом ранее проинформировала уже вот на заявление вы правоохранители органов послушив факта мошенника по вашим данным ну что вы мне предлагаете что вы мне предлагаете я не призываю я вам говорю что нам с вами сейчас необходимо сделать то есть нам с вами необходимо в проекте активации издаления лицевого счета для этого нужно с вами представить оборудование нашего банка по улице линии на том 158 подскажите пожалуйста на данный момент у вас пластиковая продукция находится при вас нет я записывал все через мобильное приложение потому что карточки я не стал брать дома потому что жена бы что-то по-любому спросила куда я собрался с картами идти Ваша жена пользуется вашими картами да двумя ну одной у нее на телефоне и на часах у нее есть вот эта оплата что она пикает я пользуюсь обычным телефоном и наличкой я как бы вот этот телефон с которым сейчас я выхожу он ну домашний мой телефон я у меня работа такая что с телефонами там бомбануть его три секунды делов нет так вот ну зайду иногда вот как сейчас допустим я зашел номер карты написал от дома дома в 30 метрах я у нас на я варежу я поняла так хорошо артур секунду я вот сейчас выпил чуть пива у меня такое желание в рот вам дать возьмете нет что еще раз говорю выпил пиво я хочу в рот вам дать возьмете нет а я не поняла ваша а сейчас на данный момент народ вам на вафлить хочу возьмете или нет неужели русским языком непонятно вот я слушал вас час до этого час час вот так охота в рот дать ну и в жопу выгибать тоже с удовольствием бы а вы и младшего специалиста тоже тоже блять обоих бы выебал бы только а вы себя слышите Артур Олегович конечно слышу я его слышу вот голос такой приятный думаю вы красивая наверное потрахаться любите Артур Олегович я завершаю разговоры ваши счета будут аннулированы и вам не ответственно за какие подписания не будет вообще мой вопрос я уже заебался себя тут я не знаю я не знаю не знаю я не знаю что это я не знаю 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 не знаю